Леонид Мальцев председатель Сергинского совета молодежи. О своей газете для подрастающего поколения мечтал давно и летом воплотил идею в жизнь. Селяне сразу полюбили новое издание и обратились к Леониду Александровичу с просьбами публиковать разнообразные материалы, не только молодежные. Он согласился. Там на будущее надо будет информацию с мясом разобраться. У нас есть фермерское хозяйство. О чем они продают, что именно. Свинина, говядина. Начинающему издателю помогает жена Юлия, хотя их профессии далеки от журналистики. Вот видите, как в жизни получается. Я географ, муж тренер, а занимаемся мы газетой. Вот как судьба распорядилась. Уже с выходом третьего номера Леонид понял, что газетное дело требует немалых затрат. Один экземпляр, распечатанный на фотопринтере, обходится в 15 рублей. Но на помощь увлеченному человеку пришла поселковая администрация. 50 информационных вестников власть разрешает печатать на своей технике. А дальше уже редактор сам разносит газеты совершенно бесплатно. Вообще эти номера, они у нас администрация не имеет права их распространять, естественно, за деньги. Поэтому они расходятся за бесплатно по организации в небольшом количестве. Сергинцы среднего возраста просматривают эхо на работе. Пенсионеры читают подшивку в библиотеке. Все желают быть в курсе последних событий. Газета рассказывает, у кого из селян дни рождения, какие бумаги просит подписать землемер Ольга Владимировна, почему изменилось автобусное расписание. Каждый находит для себя что-то важное. Я участница художественной самодеятельности. Здесь уже была статья о нас, новости культуры. Наш город праздновал юбилей, 10 лет сударушкам. За полгода газета «Сергинское эхо» стала гораздо популярнее районной газеты «Искра», которой уже 85 лет. Своя рубашка ближе к телу. По местной статистике, интерес к сельским новостям гораздо выше, чем к федеральным и краевым. Деревенские жители были бы не прочь подписаться на газету. Администрация даже заложила небольшие деньги в бюджет 2010 года на печать страниц в типографских условиях с увеличением тиража. А Леонид в смятении. И корреспондентам быть интересно. И тренерская работа увлекает. А самое главное – некогда посидеть, порассуждать, что важнее. Пора верстать новогодний номер.